Да, сейчас я вам расскажу про Human Voice Like Ability Improvement. Это замечательный проект, который мы делаем совместно с факультетом фонетики. Они нам очень помогают. И сейчас я начну вещать экран со звуком. Только вопрос о кафедре фонетики сейчас у нас. А кафедра фонетики, прошу прощения. Слово «Еще», да? Нет-нет-нет, ничего. Итак, по-русски есть рассказы. По-русски, по-русски. Отлично. Нашей задачей было рассмотрение следующего вопроса. Можно ли, получив некоторое аудио, сделать его более приятно на слух? В арху формулировки было поставлено именно сделать аудио более приятным. Соответственно, спектр того, что такое приятно, этот философский вопрос, тоже был поднят и актуально рассматривался. Приятно ведь может быть совершенно по-разному. Для того, чтобы решать такого рода задачу, существуют разные подходы. В мире нейронных сетей в основном применяется параллел и нон-параллел voice cloning для того, чтобы перевести одну аудиозапись, например, сказанную голосом Вася, в ту же самую аудиозапись, сказанную голосом Пети. Параллел и нон-параллел здесь отличаются только тем, что сеть обучается либо на данных одинаковых, либо на данных разных. То есть, например, мы учим сеть повторять одно и то же предложение по данному образцу, но чужим голосом, или же мы учим сеть повторять другое предложение, сказанное по некоторому образцу другим голосом. Нами была разработана некоторая архитектура сети, которая состоит из трех основных компонентов. Система, которая позволяет, выделив основные фичи из голоса того, кем мы хотим воспроизвести речь, в нашем случае не просто того, кем, а именно его интенсионный ряд, это сверху вы видите здесь. Соответственно, у нас есть некоторый энкодер, который, получив в себя некоторую матрицу, описывающую характеристики звука, такую, как F-Bank или MFCC, это такие специальные картиночки, построенные на базе Spectra Audio. Эти картиночки, ну не картиночки, на самом деле это матрица, там, например, 20 на 500, сжать до вектора с разрешением 512 и, используя этот вектор с разрешением 512, добавив его в аудио, которое мы получили на ход, получить звук более приятный, сказанный тем же самым голосом. То есть, в отличие от традиционных задач параллел и нон-параллел voice coding, мы меняем не спикера, а меняем интонацию звука. Ну, не только интонацию, конечно, еще тембр голоса, напористость и другие аспекты, связанные с этим. Для того, чтобы организовать это, наша уважаемая кафедра фонетики подготовила довольно значительный датасет, позволяющий нам смотреть на реальных примерах, как это выглядит и как это звучит. После того, как мы получили некоторый sample аудио, например, сказанный словно, мы берем от него спектр, логмел-спектрограмму. Эта логмел-спектрограмма засовывается в энкодер, дальше вместе с attention берется вектор длиной 512, они складываются, и мы на этапе декодера получаем логмел-спектрограмму уже более позитивную. Почему? Работа здесь идет не со звуком оригинальным, длинной красивой волной, а именно с математом. с матрицами, грубо говоря, константного разрешения, похожими больше всего на картинки. Потому что исследование показывает, и мы чуть дальше к этому перейдем, что именно подход ухода от исходных данных и перехода к аудио позволяет, во-первых, лучше произвести декомпозицию системы, а во-вторых, гораздо более качественно и получать результат. После того, как мы получили на выход некоторую новую картинку, эта новая картинка должна содержать в себе логмел-спектрограмму от позитивного аудио. То есть до этого у нас было аудио какое-нибудь, оно могло быть нейтральным, оно могло быть негативным, а мы хотим превратить его в приятное, позитивное аудио. Вот получили мы эту логмел-спектрограмму, и мы помещаем ее в специальную вещь, которая называется vocoder. Vocoder – это такая особенная ГАН-сеть, которая очень долго учится. В нашем случае мы учили ее месяц, чтобы она прошла 400 тысяч итераций. И вы услышите чуть позже, как она звучит, для именно русского языка. Соответственно, она берет на вход логмел-спектрограмму и выдает по ним аудиодорожку. Поскольку она учится на большом количестве сэмплов, и она учится автономно, то, грубо говоря, вот этот кусочек с vocoder, вот этот кусочек с vocoder очень удобно обучить отдельно, учить его на большом датасете, на датасете неограниченном только Human Voice Lake Ability Improvement, который используем мы и собираем мы для этого проекта, а учить его на более общем датасете, работающем с аудио. Аналогичная же вещь касается притрейна для системы, которая извлекает фичи из голоса позитивные. Это тоже компонент, который мы можем тренировать без привязки к именно нашей задаче. А вот эта часть, которая берет логмел-спектрограмму одну, засовывает в оттенжен и выдает на выход, это часть, которой как раз мы активно сейчас занимаемся, и часть, которая будет превращать в позитивный голос негативный или нейтральный, и, собственно, требует для своей работы вот эти два куска. Кусок, который даст нам фичи закодированные, и кусок, который превратит полученный результат в аудио. Давайте послушаем, как это должно звучать, точнее, лучше, чем как что оно должно звучать. Скажите, пожалуйста, слышно ли? Тихо. Да, слышно. А нам очень тихо. Можно так подключать. Было ли слышно? Олег, а вы замьючены были? Это вообще ничего слышно не было. Я обещаю презентацию с одного ноутбука, а видео с другого, специально, чтобы не было пересечений. Поэтому если у вас включен в телевизоре звук, то вы будете все хорошо слышать. У вас включен звук в телевизоре? Как я понимаю, те, кто в зуме, должны были нормально слышать. Те, кто в зуме, говорят, слышно. Могли бы вы включить звук на телевизоре? Второй раз ничего в зуме не было слышно. Да и в первой тоже было плохо слышно, на самом деле. Очень любопытно. Давайте тогда попробуем другой способ. Сейчас мы откроем драфт этого же самого. Чуть-чуть из другого места. Продолжить. Так. Давайте попробуем. Сейчас мы это замерзем. Это замерзем. Японский. Было ли слышно? Да, да, сейчас слышно. Было ли слышно? Очень хорошо. Итак, у нас есть нормалстаун, грубо говоря, база, с которой мы работаем. Допустим, нам... То есть вот это вот то, что вы услышали сейчас, это то, к чему мы хотим привести наш звук, который нам подают. Теперь, допустим, нам дали злобный звук, злобный голос. Давайте еще раз послушаем. Было ли слышно? Да. Коллеги? Да. И мы хотим нормализовать этот голос, имея, грубо говоря, вот этот сэмпл с нормальностью и имея вот этот вот сэмпл со злобностью. Злобность мы хотим привести в нормальность. Как же это звучит у наших лучших коллег? Стоит отметить, что эти лучшие коллеги называются ConvStoSVC2, и у них до сих пор нету научной статьи. У них есть только опубликованные аудиосэмплы и очень краткое описание архитектуры, которую они хотят делать. То есть они до сих пор не опубликовались. Но, тем не менее, они сэмплы показывают, и они показывают, помимо сэмплов, основной принцип работы, и он совпадает с тем, что предлагаем здесь. Итак, давайте послушаем, как же звучит ConvStoSVC2, который пытается превратить злобный голос, злобный звук в нормальный голос, нормальный звук того же автора с разными входящими текстами. Итак, еще раз злобный. То, на чем учили. Правильно, и, конечно, сказать, не то, на чем учили, а то, что было дано в виде сэмпла для тестирования. Хотя нам доподлинно неизвестно, поскольку пока ни статьи, ни исходники не были опубликованы. Ну вот, как вы слышите, оно довольно качественно нормализовало это дело. Для того, чтобы... Так, давайте я перейду на... на другой... источник картинки. временно, по крайней мере. Как здесь завершить демонстрацию? Ага. Итак, это было то, что сейчас реализовано и то, что мы посмотрели как один из... как наше вдохновение, грубо говоря. В ходе нашей работы мы проанализировали довольно много различных архитектур. среди них мы выделили основные принципы, которые позволили нам организовать ту сеть, с которой мы работаем. Сейчас в коллегии с фонетического отдела отобрали более 50 конкретных микросэмплов, в которых слышна интонация. То есть они, грубо говоря, меньше, чем 6 секунд по длительности и содержательны в том плане, что они именно для нашего кейса. То есть есть 50 примеров того, как человек говорит что-то злобно, 50 примеров того, как человек говорит что-то нейтрально и 50 примеров того, как человек говорит что-то как будто бы с любовью. Для того, чтобы все это анализировать, мы рассмотрели три разных механики, представленные тут на экране. Это системы, которые позволяют вам аудио взять и его проанализировать на качество. Это, соответственно, можно дальше сравнивать, сравнивать, и вы можете увидеть распределение и то, как выглядят результаты этого распределения для этих трех аудиоклассификаторов на этих 50 сэмплах. Важно, что они оценивают именно качество аудио, а не содержание и суть. Ну и, соответственно, здесь можно видеть, насколько сильно данные отличаются или нет. Можно ли, грубо говоря, построить такой классификатор, который будет по аудиоданным чистым, смотря на них говорить, позитивное или негативное аудио. Второй датасет, который мы использовали, собранный ранее в СПУГу в рамках одной из дипломных работ, датасет ET-VED650-CLIN. Это датасет, который мы собирали в рамках дипломной работы одного из студентов. Состоит он, исходно был, из 4000 YouTube часов, которые были отфильтрованы до сначала 1000, потом 650 часов. Там выборка сэмплов была сокращена до тех, которые в средней имеют длительность в районе 6-10 или 5 секунд. И это 650 часов, которые потом превратились, соответственно, в 4000 отдельных аудиозаписей. Этот датасет использовался для обучения общих конструктов. Например, у нас есть собственная обученная Parallel WaveGun система. Сейчас мы ее послушаем немножко. Которую мы обучили на кластере факультетском. Обучали мы ее довольно долго. Это было, соответственно, почти что месяц непрерывной работы. Сейчас раз шарюка. И давайте послушаем... Прошу прощения. Еще раз. Собственность воспользования звука. Поставил галочку. Отлично. Давайте послушаем, как это звучало и звучит. Соответственно, сначала будете слушать исходник. Этот исходник превращается в специальную картиночку, которая называется log-мелоспектрограмма. Это лог-мелоспектрограмма, ну, не картиночка, а матрица, кормится в нейронную сеть, которая должна на выход сгенерировать правильную аудиоволну. Поехали. Тюркско-персидское происхождение. Ученый-антрополог Алексей Сухарев в работе «Казанские татары», опубликованный в Санкт-Петербурге... Это исходник. Что же выдала наша сеть? Тюркско-персидское происхождение. Ученый-антрополог Алексей Сухарев в работе «Казанские татары», опубликованные в Санкт-Петербурге... Еще пример. ...порядки. Именно от центра к периферии. По массажным линиям. Все мы знаем, что массажные линии тоже... ...порядки. Именно от центра к периферии. По массажным линиям. Все мы знаем, что массажные линии тоже... И обычно их хранят в холодильниках. Поэтому, часто можно встретить яблоки с рассыпчатой структурой, но они не очень хорошо подходят для отжима. И обычно их хранят в холодильниках. Поэтому, часто можно встретить яблоки с рассыпчатой структурой, но они не очень хорошо подходят для отжима. И последний. Пренеприятно подобострастно, рыболепно даже. Он все ломал себе голову, что это такой вот подобострастный рост самыха делает в доме барсуков. Пренеприятно, подобострастно, раболепно даже. Он все ломал себе голову, что это такой вот подобострастный рост самиха делает в доме барсуков. Вот, это, соответственно, примеры того, как работает наш Parallel Wave Gun. Сейчас мы его поставили на доучивание для того, чтобы на чуть-чуть другом наборе аудио можно было избавиться от проблем металлического, некоторого такого оттенка звука, который вы слышали. В правой стороне экрана вы можете наблюдать сравнение open-source аналога, который называется Melgan, который обучали на другом открытом датасете нашей системы, и сравнение, например, исходного набора аудио, который у нас был. Вы видите вот тут, исходный набор аудио. Наш график, как вы видите, сильно пересекается с ним, а график open-source параллеломейлгана и ниже его, и пересекается с ним хуже. Ну и вот расхождение нашего и лучшего open-source, который мы нашли обученного. Соответственно, есть вера в то, что оно обучится и станет лучше. Далее нам надо было обучить некоторый классификатор, который по выданному аудио в результате работы нашей сети по выданному результату работы нашей сети будет генерировать то, что мы сможем сравнивать с реформником. Вот у нас у кого-то, что это карандаш, окей, честно. Можно попросить Елену включить view. Итак, в результате работы нашей сети выдается некоторая картинка, то, что называется мелоспектрограмма. Нам необходимо было эту мелоспектрограмму перевести к F-банку, то есть к тому, из чего легко генерировать набор особенностей, набор фич некоторого аудио. Для этого нами было разработано два подхода. Первый подход – использовать UNED. Это обучить его на входящих данных, чтобы, грубо говоря, логмелоспектрограмма на вход и F-банк на выход. И, как вы видите, он неплохо обучился. И второй вариант – то, что логмелоспектрограмму, которую выдает наша сеть, засовывать в наш параллел-вейфган и смотреть от полученного аудио, как выглядит логмелоспектрограмма. И, как вы можете увидеть, поскольку, ну, собственно, известный факт, UNED немножко размывает. Сейчас мы перешли на MONED, который чуть поточнее выдает. Соответственно, как вы можете видеть, худший кейс у параллел-вейфгана, конечно, похуже, чуть-чуть оригинала, но там известно, с чем бороться. А лучший кейс сильно лучше UNED. И, соответственно, становится из этого понятно, что работать с чистым аудио может быть перспективнее. Однако это, безусловно, требует потребления некоторого значительного количества вычисленных ресурсов. Дальше. По поводу тех аудио, которые мы уже собрали в рамках HVL-проекта, мы создали некоторый классификатор, который назвали emotion-классификатор. Суть в следующем. У нас есть, как вы знаете, в мире AI и Big Data уже много лет не только набор глубоких нейронных сетей, которые мы с вами все разрабатываем, но и традиционные всякие вещи типа XGL-бустинга и тому подобных вещей. Все они собраны в пакете, который называется H2O AI, и он позволяет вам скормить CSV-ку большую. Там много табличенек с большим количеством колонок. У нас колонок всего три. Вот они, наши три колонки. И скормить колонку, которую вы хотели бы, чтобы штучка научилась подбирать сама. Вот у нас одна колонка с ноликами и единичками. H2O AI очень любит нолики и единички. Соответственно, мы скормили, мы посмотрели на всем нашем датасете, и оно очень хорошо обучилось. Точность вот здесь 9 на E в минус 9. То есть, ну, грубо говоря, практически в 100% случаях на том датасете, который у нас есть, оно попадает на валидационный выбор кисти, если это не имеется в виду. Вот. Поэтому не только технологиями диплеорнинга единым мы живем, мы используем традиционные классификаторы. В чем здесь суть? В случае, если на большем датасете эта штука тоже будет показывать хороший результат, мы можем сделать GAN, который обучит нашу сеть без того, чтобы она рассматривала специфические входящие данные. То есть, сейчас нам надо собирать HVL датасет специальный, в котором будут позитивные и негативные сэмплы голоса. А когда мы прогоним нашу чудесную сеть, наши чудесные сэмплы голоса через H2O AI и получим классификатор, который для абсолютно любой записи сможет сказать, сказана она позитивно или негативно, мы можем написать GAN, который сам будет, беря любые сэмплы аудио из интернета, смотря на них, например, посмотрел он на сэмпл, увидел, что вход был злобный. Сеть что-то там поделала, поделала, что-то выдала. И мы сможем вот этой вот штукой, которая очень быстро работает, очень вычислительно простая, оценивать, что же оно там выдало. Позитивное выдало или негативное. И это, конечно, очень интересное перспективное направление, но для этого нужно сильно больше, чтобы у нас наш HVL датасет был. Соответственно, на этом я приведу вам список источников, которые мы использовались в рамках основной подготовки нашей работы. И спасибо за внимание. Прошу прощения за задержку. Спасибо. А у нас вопросы? Я вот упустил, значит, что-то типа архитектуры нейронной сети. Как она была показана? Смотрите, у нас каскад. У нас есть нейронная сеть, которая делает из мелоспектрограммы звук. Она называется Parallel WaveGun, обученная специально нами. И она здесь в синеньком квадратике, она vocoder. У нас сейчас обучается классификатор, который, любую взяв аудиозапись, оцененную специальным набором из трех микронейронных сетей, сможет сказать, позитивная это аудиозапись или негативная. Дальше у нас есть микросеть, которая энкодер фич, которая берет логмелоспектрограмму или MFCC и дает некоторый короткий вектор, который используется дальше в нашей основной сети, чья архитектура вкратце показана ниже. Поскольку это work in progress, сейчас здесь конкретное число слоев на вход, на выход мы не расписывали, потому что мы активно как раз занимаемся поиском того, какое количество слоев будет оптимально, что нужно, чтобы это все дело работало хорошо и быстро. Собственно, основная архитектура в этом. У нас есть три компонента, которые напрямую взаимодействуют между собой. И у нас есть отдельные специальные элементы для обучения, которые позволяют нам проверить, насколько же хорошо получилось аудио на выходе, и обучают нашу сеть. Вопрос о том, вы говорите, что там три нейросетки определяют, насколько в новом году было сказано то или иное предложение. Что, собственно говоря, является выходом от трех нейросеток? Не слышно вас, замничаем вы. Выход тех трех нейросеток – это вот эти три колоночки здесь сбоку. Это просто число, float, от где-то нуля до где-то трех. А чем больше это число, тем сервития или наоборот? Поскольку это в оригинале просто сети для того, чтобы анализировать качество звука, просто качество звука, то они выдают от нуля до, по идее, пяти, как я понимаю, в пределе, оценку того, насколько прозвучавшее аудио качественно. На базе этого, и имея точную информацию нашего HVL датасета, в котором сказано, вот это аудио – это злое аудио, плохое аудио, а вот это аудио – это доброе аудио, хорошее аудио, мы составляем вот этот вот набор. Видите, нолики и единички. Тут написано только нолик или один. Один хорошо, нолик плохо. Один хорошо, нолик плохо. И говорим H2O AI, подбери, пожалуйста, такой классификатор, создай его, чтобы мой, вот это вот мое распределение, которое мы видим по классу, по значениям выдаваемым с тех трех микронейронок, которые оценивают качество работы, было максимизировано. То есть мы хотим по трем обычным цифрам выдать некоторое значение, которое будет однозначно говорить, перед нами аудио хорошее или плохое. Для этого мы используем уже созданные три нейронные сети, которые просто смотря на аудио говорят, аудио у нас какое – хорошее или звучит оно недостаточно хорошо. И на базе этого у нас получается классификатор, который говорит не просто хорошо ли звучит аудио, а позитивное оно для слушателей или негативное. Как раз вот здесь происходит, грубо говоря, вбирание на базе уже существующего набора сетей, вбирание этих фич, которые они выдают, для того, чтобы делать ту классификацию, которая нам нужна. Собственно, да, три колонки с числами превращаются в одну колонку с числами, ничего более. То есть, по сути, как бы вы переводите эмоциональную окраску голоса в вопрос качества, так скажем. Поскольку в сети вопрос качества звука тоже не является линейным, и нет, грубо говоря, однозначного представления о том, что такое качество звука, мы берем уже обученные нейронные сети, которые обучались на огромных выборках, грубо говоря, выборка в 10 тысяч аудиозаписей, которые МОСом человечки определяли, насколько там по пятибалльной шкале хорошо звучит это аудио. И у этих людей, безусловно, были всякие байесы спрятаны в их головах. И эти байесы, они по-разному обучили эти сети. Плюс архитектура этих сетей разная. То есть, это три независимые компании обучили три независимых сети оценки качества аудио. Соответственно, во всех них есть некоторые зашитые байесы восприятия качества звука входящего. И на этом мы и ведем игру. Что где-то там наверняка спрятано в том числе отношение к интонациям. И на вот этом вот примере... Прошу прощения. Сейчас еще чуть выше. Вот пропустили. Вот он. Видно, собственно, что да, различия есть и чувствуются. Видите графички, которые посерединке, по диагонали? Они показывают вам как раз, что даже вот в этих трех сетях, в каждой причем из них, есть однозначные некоторые сдвиги, касательно сдвига значений, касательно того, что за аудио пришло. Вот, собственно, по вот этим горам и холмикам можно увидеть, что все те три сети, все наши аудиозаписи, которые у нас сейчас есть, немножко по-разному воспринимают. И четко видно, что все позитивные сэмплы спокойные, тихие и находятся там в одном плато, а все негативные сэмплы там встают горой высокой, например. Вот. Понятно. Ну, то есть, по сути, значит, что происходит? Я дальше пытаюсь понять. То есть, по звуковой записи вы получаете как бы некоторую оценку того, насколько, значит, этот звук приятен, и в случае, если он неприятен, вы, значит, начинаете модифицировать его в немских программах, да? Не слышно вас, замечу. Да, именно так. Мы нашу мелоспектрограмму должны выдать такую, чтобы звук был там позитивный, положительный на восприятие человечков. Соответственно, чтобы на восприятие человечков звук был позитивный, его надо оценить. К сожалению, в потолке наш уважаемый фонетический отдел соберет примерно, как я понимаю, ну, около, сколько там, 50 часов или 500 часов? Ну, 70 спикеров по 20 минут. Вот, 70 спикеров по 20 минут. Соответственно, ну, к сожалению, не очень много аудио. А хотелось бы иметь возможность давать максимально точную оценку для потенциально больших объемов аудио. Больше, чем там 70 спикеров, 20 часов. И для этого нам как раз приходится использовать там уже существующие решения, которые позволяют просто оценить это качество аудио. Из этого мы получаем классификатор, который для вообще любой аудиозаписи скажет, хорошая она или плохая. И дальше мы можем делать GAN, который создает аудио какое-то из входящего аудио. И мы его оцениваем, стало лучше или нет. Если не стало лучше, караем. Если стало лучше, радуемся и идем дальше. Вот. А есть уже понимание, каким именно образом мелкие программы модифицируются, чтобы стать натурой связанной? Прошу прощения. Повторите, пожалуйста, сейчас я погромче попробую сделать. Образом именно мелкие программы модифицируются для того, чтобы выход был более приятен? Однозначно вам это сказать можно будет, наверное, только в конце третьего этапа, когда мы начнем визуализировать слои нашей нейронной сети, каждый один за другим. То есть, как вы наверняка видели такие кейсы, когда берут глубокую нейронную сеть, которая, например, распознает слоников или жирафиков, и можно там взять каждый конкретный ее слой и дальше кормить этот слой фичами, которые ему приятны, пока не станет явно понятно, что же этот слой из себя выдает, на каких фичах он фокусирует внимание. Соответственно, вот по этой аналогии мы сможем в какой-то момент рассказать, что конкретно делают некоторые слои нашей сети. Другое дело, что это будет совсем непонятно внешнему интерпретатору, потому что это все-таки черный ящик, который сам научился и выдал некоторый результат. Но, может быть, также фонетический отдел, рассмотрев полученное нами аудио, сможет прийти к какому-то выводу на большем, более абстрактном датасете. Но пока у нас нет такой четкой информации и ответить однозначно невозможно. Короткий вопрос. В конце этапа планируется, вначале вы говорили, реал-тайм, то есть по первым двухсекундам определять типы, сразу менять речи или все-таки это офф-пайм? Задача работы в реал-тайме не ставилась. Пока мы в этом плане свободны. И, соответственно, пока нету хорошо обученной и точно качественно работающей сети, бессмысленно переводить это в плоскость работы в реальном времени. Грубо говоря, сначала надо гарантировать, что на хорошем HVL датасете мы качественно превращаем злобную речь в позитивную речь, агрессивную речь, в позитивную или нейтральную речь. Соответственно, сначала должен пройти вот этот вот этап, а уже после этого следующим этапом можно заниматься переводом сети и ее оптимизацией для работы в реальном времени на мобильных устройствах и тому подобное. Ну, пожалуйста, еще есть возможность задать вопрос, если кто-то хочет. Спасибо. Нет, нету. Интересно? Или вопрос? Нет. Не понял. А почему так странно? Мы позитивно оцениваем это аудиозайфикс. Хорошо. Ладно. Вопросы кончились. Спасибо, Агарь, большое. Очень интересно. Я рад. Да, значит, сразу тогда следующий докладчик. У нас Константин Амелин будет рассказывать про амортизацию данных. Спасибо. Попросим. Спасибо. 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 Спасибо.